95 нарушений масочного режима с начала года зафиксировали в Куйбышевском районе. Специалисты ежедневно проверяют торговые точки на наличие средств индивидуальной защиты и дезинфекции, разметки для социальной дистанции. Сейчас количество нарушений сократилось, отмечают ревизоры. Сейчас в 6 раз идет снижение, то есть благодаря вот этим ограничительным мерам и пониманию людей, этих ограничительных мер, исполнению этих ограничительных мер и пониманию представителей бизнеса, соответственно, о том, что с обоих сторон надо все исполнять, и тогда будет все нормально. Покупателям, которые забыли взять с собой маски, предлагают воспользоваться теми, что в магазинах. Обслуживать клиента без средства индивидуальной защиты продавцы не имеют права. Впрочем, самарцы уже поняли необходимость соблюдения эпид-режима, отмечают предприниматели. Вы знаете, за столько, потому что не первый месяц, не два, люди привыкли, относятся с пониманием. Маски есть у вас для того, чтобы предложить? Да, пожалуйста. Если человек пришел без маски, вы можете предложить ему что-то? Мы его не обслуживаем, но предлагаем, у нас есть разовая маска. Не обслуживаете, но предлагаете ему одеть маску, да? Есть вариант у него? Да. Напомним, игнорирование требований регионального распотребнадзора и постановления губернатора карается рублем. Если для физических лиц административный штраф составляет от 1000 до 30 тысяч рублей, то предпринимателям в случае нарушения придется заплатить до 300 тысяч рублей. Кроме того, бизнесмены рискуют получить предписание на приостановку деятельности, если такое решение примет суд. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Мария Левина, Николай Сидоров.